Доброго времени суток, уважаемые коллеги! С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмилл. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня четверг, 2 июля, предлагаю рассмотреть валютные пары австралийский доллар и новозеландский доллар, которые по-прежнему остаются в рамках диапазона. Но логично предполагать, что такая динамика вероятно уже подходит к концу и мы можем стать свидетелями возобновления тенденций. Учитывая динамику остальных валютных пар и их корреляцию скорее всего тенденция будет восходящей, поэтому ожидаю в скором времени выхода из состояния флета и импульсного роста. Итак, австралийский доллар продолжает консолидироваться в рамках ранее идентифицированной фигуры треугольника, хотя надо отметить, что общая динамика с ожидаемым сценарием не совпала. Росток верхней границы фигуры в район 0.6961 не состоялось. Котировки так и остались консолидироваться около нижней границы вокруг уровня 0.6860. Собственно, в последствии от него состоялся отскок и на данный момент цена делает попытки роста. Вероятная консолидация внутри треугольника пока продолжится. Наиболее вероятный сценарий движения предполагает торговлю в нем еще какое-то время, после чего может состояться выход из фигуры с формированием восходящей тенденции. Что касается актуального графика, потенциал роста к верхней границе треугольника в районе 0.6961 в ближайшее время еще вероятно, после чего ожидаю отбоя и ретеста нижней границы фигуры в районе уровня поддержки на 0.6893. Удержание в этой области с последующим отскоком от него нацелит котировки на выход за границы флета с формированием восходящей тенденции и с первой целью в районе 0.7020 и потенциальным проходом до 0.7081. Сигнал на выход из фигуры вниз и отмена настоящего сценария состоится в случае снижения в область ниже разворотного уровня на 0.6860. Ну и вот новозеландский доллар также торговался в рамках широкого диапазона, образованного ранее. Ожидаемого роста для ретеста верхней границы этого коридора не случилось. Котировки оставались под давлением в узком флете между уровнями 0.6404 и 0.6435. Только накануне покупателям удалось прорвать эту оборону и вытолкнуть цену вверх. Очевидно, цена направляется к скорректированной верхней границе этого диапазона, который может выступить краткосрочным сопротивлением. Тем не менее, можно предположить, что торговля в образованном коридоре переходит к своему логическому завершению и вскоре можно ожидать выхода из него вверх с образованием восходящей тенденции. По актуальному графику в данный момент цена вплотную подошла к верхней границе диапазона в районе 0.6512 для ретеста. В случае срабатывания этого уровня в качестве сопротивления можно будет ожидать краткосрочной нисходящей коррекции в район уровня поддержки на 0.6435, последующий отбой от которого нацелит пару на выход из диапазона с целью в районе уровня 0.6564 и потенциальным проходом до 0.6614. Отмена данного сценария состоится при формировании полноценного нисходящего импульса с выходом за пределы разворотного уровня на 0.6404, когда будет получен сигнал на смену приоритета с восходящего на нисходящий. На сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Тикмил. Помните о том, что данная рекомендация не является руководством действия и не гарантирует результата. Поэтому соблюдайте риски, всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...